Ребята, всем привет! Я Алиса, и если вы смотрите это видео, значит мы не переехали. Но я уже это как бы переварила, настроилась и решила, ну как? Все равно же должно быть новогоднее настроение, и мы будем украшать по этому съемную квартиру. И сегодня с Артемом ездили и переносили из той квартиры опять в эту елочку вот привезли. Посмотрите, я, кстати, так по ней соскучилась. Милеша в прошлом году была маленькая, я купила другую, потому что это идет с искусственным снегом. Но, наконец-то, мы будем наряжать и эту. А вот здесь у нас уже новогодний декорчик, и еще столько же лежит в машине, просто у нас не хватило рук, чтобы все забрать. Тут даже для двух елок, короче, весь декор игрушки. Но мы будем все-таки наряжать одну, стоять она будет вот здесь. Так как у нас комната большая, здесь кухня-гостиная, поэтому мы вот эту зону украсим. Обязательно шторы нужно отпарить, я только заметила, что они помятые. Убрать Милеши рабочее место, потому что здесь будет полностью гирлянда-шторка, которую Милеша может оборвать. Но это вы узнаете в этом ролике. Когда я говорю, знаете, о каком-то экстремальном таком декоре, как у всех из Пинтереста, из Шортса, из ТикТок. Артем всегда на меня так смотрит, типа, что у нас же Милень все обрывает. У Лизы она как раз охотилась на эти гирлянды. Ну, а как? Как можно украсить без этого? Я рискну. Потом мы хотим, я здесь, наверное, какие-то свечи тоже новогодние сделаю. Короче, каждый уголок я хочу украсить. Возможно, мы даже сегодня не успеем. Завтра у нас суббота, поэтому завтра тоже будем украшать. И да, здесь мы все поменяем, добавим новогоднего. Поэтому усаживайтесь поудобнее, ставьте лайк в поддержку. Короче, с каждым вашим лайком мы на день быстрее переедем уже в нашу квартиру. Давайте проверим, это работает. Ну, а я, короче, начинаю с елки. Милеша пока в садике. Она обязательно к нам присоединится, а то вы ее увидели на превью и подумаете, что, где Мель, мы не будем смотреть. Нет, просто елка, ее надо пылесосить, убирать, поэтому я это сделаю без Милеши. Здесь у нас такой великолепный цветочек. Давайте уберем подсветку, и здесь будет стоять елка. А цветок, наверное, слушайте, вот этот, ну, никак не вписывается в новогодний, а этот можно, кстати, гирляндами нарядить. Поэтому пальму я уберу в коридор, он у нас большой, пусть пока здесь постоит. Ох, вот. И переношу сюда цветочек. Кстати, хорошая идея его украсить, почему бы и нет. У меня останется гирлянда, вот так пусть пока постоит. И теперь елка. Самый такой процесс. Давно я этого не делала, ребят, по-моему, у нас обычно елку Артем собирал, но сегодня я настроилась все сделать, и пока Артем поедет в садик за Милеши, я еще буду росу наматывать, которую не хотела наматывать, но все-таки меня довели тиктоки и шорт, где все с этой росой. Ох, у нас елка, кстати, 185 сантиметров. Посмотрите, сколько снега от нее. Вот почему нельзя такие елки ставить, когда маленькие дети. Нужно все убрать, попылесосить, весь снег лишний стряхнуть, и только тогда приводить ребенка. Ох, тяжеленько. Посмотрите, сколько снега от этой елки. Это мы ее еще даже не расправляли. Я тоже вся в снегу. Квартира вся в снегу, и она еще, видите, такая лысенькая. Поэтому сейчас будем расправлять. Еще нужно это все пропылесосить, а потом опять пропылесосить. Короче, вот поэтому здесь пока нет меля. Ну что, я почти расправила. Не ожидала, что это будет так сложно. У нас осталось несколько часов времени, потому что приедет Мелеша. Ну так, пока выглядит вот так, но тут еще я вам скажу расправлять и расправлять, потому что я уже забыла, какая-то елка сложная. Половину где-то точно, еще и зад голый. Короче, буду вот этим заниматься, а потом приступим к росе. Вот там тоже будет интересный момент, я вам все покажу. А теперь то, чего я делать не хотела в этом году. Это гирлянда роса, всем известная. Я думала, что сегодня, ну точнее в этом году мы сделаем все по-быстрому, так как не будет времени, переезд, все дела. Но потом я психанула и думаю, раз мы не переезжаем, куплю опять росу. Короче, это на 2000 лет и здесь 200 метров. Конечно, для такой елки, для такой елки вы скажете, что возможно этого мало. Я видела, как блогеры и 500 метров накручивают. Но я не выдержу 500 просто. Нам и так нужно это все сделать до садика Мелеши. Поэтому вот эту мы будем на елку. И еще у меня есть 1000 лет. Вот такая вот, тоже здесь пультик, холодный и теплый цвет. И я наряжу вот эту пальмочку. Как раз она на фоне для контента новогоднего. Будет, я думаю, красиво. И для начала нужно ее проверить. Я хотела наматывать так, но думаю, представляете, какая будет обида, если ты ее часов 5-4-3, сколько их наматывают, сделаешь. А потом все, раз, и она не работает. Я бы ей не знала, что сделала. Точно психанула. Так, как это все вкручивается? А, вставляется. Так. О, посмотрите, она работает. Кстати, а, здесь один режим на 1000 лет как раз шла с пультиком. Здесь нет. Но, в принципе, меня все устраивает, потому что в прошлом году мне прислали синюю. Синяя была. Ну, хорошо, но не так. Короче, наматываем. Я уже отвыкла. В прошлый раз, я помню, мне Артем держал катушку эту, а я наматывала. И каждую веточку, каждую иголочку мы аккуратненько наматываем. Честно, это очень кропотливая работа. Надеюсь, я все успею. Но я не буду прям, знаете, запариваться. Лучше накину, как могу. И все равно, я думаю, будет симпатично. Потому что 6 часов для меня слишком много. А для вас, конечно же, пройдет минута. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, наконец-то я это закончила. Честно, я тысячу раз пожалела, что начала наматывать. И это я еще, знаете, экономно. Мы с Артемом ее вдвоем наматывали где-то часа 4. Он, конечно же, себя не вставит при монтаже. Ну, мы это снимали, знаете. И у меня там даже моточек я спрятала от Милеши. Осталось, ну, где-то метров 50. Короче, 150 метров вот этой вот LED-росы ушло... 150 метров? А, ну да. Ушло на целую елку 180 сантиметров. Сейчас я выключу свет, потому что так не видно. А вот так уже красиво. Единственный минус. Если смотреть близко, из-за того, что проволока зеленая, ничего не видно. Но она обмотала елку и, на мой взгляд, сделала ее более лысой. Ветки такие, знаете, не пушистенькие. Или вот это вытягивать. Но это же опять с ума сойти. У нас весь дом уже в снегу. На улице нет снега, а дом в снегу. И да, что я снимаю в темноте. Пока у меня осталось немножечко времени, хочу еще вот здесь задекорировать. Это снимаем. Ребят, если честно, пока я это все делала, немного проголодалась. А точнее, даже сильно проголодалась. Поэтому мы сейчас с Артемом заберем Милешу из садика. И кое-что вместе с вами приготовим. А потом я вам расскажу новость про питомца, который прямо сейчас находится вот там. И Милеша его еще не видела. Ребят, мы уже дома. Посмотрите, кто к нам присоединился. Милеша будет мне сегодня впервые помогать готовить. А готовить мы будем слоеный салат с ветчиной, горошком и яйцом. Я вчера нашла в интернете интересный рецепт, когда искала новогоднее блюдо. И вот увидела этот салатик. Он идет слоями, очень красиво выглядит. И если окажется вкусным, да, Милеш, мы его приготовим на новогодний стол. Да. 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 Милеша у нас занята делом, перебирает горох. А я пока вам расскажу про ингредиенты. Ветчина это главный ингредиент в этом салате. И важно выбрать качественную и натуральную. Поэтому отлично подойдет филейская ветчина-вязанка. Для более интересного сочетания берем твердый сыр. Я уже купила натертый заранее. Три вареных яйца, для сочности зеленый горошек, а для аромата добавим много зеленого лука. А пока Милеша разминает горох, она с этим отлично справляется, я нарежу ветчину. Для знакомства с новой едой решила дать попробовать кусочек Эмиленни. Сейчас посмотрим. Держи, Милеш. Няма-няма. Нравится? Еще? Да. Кажется, ей понравилось. Да, Милеш? Понравилось, няма-няма. Нарезаем ветчину кубиками. Купила вот такую штуку для яиц. Она не острая. Думаю, Милеша попробует, да? Будешь пробовать? Да. Давай, короче, берем яичко. И вот так сделай. Нет, нет, нет. Нажимай. 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 О, молодец! Сейчас переворачиваем. Какая помощница растет. И так же нажимай. Ой-ой-ой, молодец! Вау! Так, супер! Для формовки салата нам понадобится кольцо диаметром примерно 15 сантиметров. Я его как раз купила для этого салата. Первым слоем выкладываем ветчину. Немного утрамбую ее ложкой. И заправляю майонезом. Далее выкладываю яйца. Немного ровняем и снова заправляем этот слой. Второй слой уже легче ровняется. А Милеша сама будет добавлять горошек. Туда его. Вот так! Это у нас третий слой. Давай, давай. Молодец! Да, еще, еще горошек. Весь, весь его ручкой. Так, давай. Давай, давай. Вот так. О, молодец! Теперь его давай ложечкой. Так, смотри. Утрамбуем ложечкой. О, Милеша! Вот такая помощница. Ну, ничего, ничего. Да, скажи, повар так видит. Нет, заправляем майонезом. Тебе нравится салатик? Вау! Вау! Теперь сыр. Да, Милеша, сыр. И каждый слой нужно будет заправлять майонезом. Давай, Меля. Да, давай. Помочь? О, молодец! Все, все. И ручками, и ручками, да? Остатки даже. Правильно нельзя продукты переводить. Все насыпаем. Все. Да, и тарелочку. Теперь ложечкой, да, вот так. Стоп, стоп. Стоп, стоп. Так, не мешай. Утро. А, Меля! Нет, это мамина няма. И сверху посыпаем зеленым лучком. Да, Мель, посыпай. Это у нас последний слой зеленый лучок. Да, 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 да. Ой-ой-ой. Вау! Все, мы сделали салат. Теперь мы его, смотрите, немножечко так лук перемешаем. Нет. Перемешаем и дадим пропитаться минут 10. И будем снимать. Теперь пришло время того, что давно хотела сделать Мелеша. Смотрите. Пустую тарелку кушает. Снимаем кольцо. Так. Ну, в принципе, это легко сделать, потому что оно расширяется и просто поднимается. Вау! Получилось неплохо. Если считать, что мы его не сильно пропитали, сейчас попробуем, какой он вкус. Очень яркий, сытный и вкусный салатик у нас получился с Мелешей. Обязательно его буду готовить на Новый год. А вы поделитесь своими рецептами, фирменными рецептами новогодних салатов в комментариях. Меля! Лучок скушала! Отдохну. Первое знакомство с зеленым луком. Отдохнули, а теперь продолжаем украшать елочку. Куда, Меля? Да-да-да. Мелеша уже, как видите, начала распаковывать новогодний декор. Мелюш, давай еще пакеты. Мы будем наряжать елку вместе с Мелешей. Не знаю, что из этого выйдет, но я рискну. И пока Мелеша готовит все, я хочу украсить вот эти комодики. Поснимала оттуда постеры, потому что у нас такой немного летний стиль. И нужно расправить вот эту елку. И оленя туда еще поставим. Мелеша, у вас как дела? Сосочку, может, достанешь уже, взрослая девочка? Да-да-да. И я уже хочу показать Мелеше питомца. Немного ее развеселить. Короче, сейчас закончу и покажу. Давай, помогай Мелеше, расправляй веточки. Мелеш, кого ты нашла? Вау! Ляля? Так, у меня есть еще такой красивый олень, которого Мелеша приметила. Меля, ну он отправится сюда. Комодик пока выглядит вот так. Нужно еще расправить. И я думаю, стоит ли туда что-нибудь еще добавлять. Или просто елочку, а потом купить баллончик и добавить снежка. В принципе, хочется что-то минималистичное. Потому что Мелеша все равно сделает минималистичным. Даже если я тут закидаю сувенирами всякими, статуэтками. Она это все подостает. Поэтому давайте сейчас познакомимся с питомцем и будем наряжать елку. Так, я боюсь. Давайте я присяду. Вдруг он... Мелеш, подожди, 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 подожди. Подождите! Боже! Я просто боюсь, что он испугается. В общем, расскажу небольшую предысторию. Если вы смотрите мой канал давно, то знайте этого котика Семена. Он какое-то время жил у меня, потом у мамы... Ой, Меля! Меля, 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 Меля! Меля, не надо, не надо! Так, короче, давайте его отпустим. Она хотела обнять, но я боюсь, что он нежный, ласковый, но он может испугаться. Поэтому у нас там отопление на балконе. Я ему сделала домик, лежанку, и он уже сутки там. Я их с Мелем еще не знакомила, потому что боялась, что кот, видите... Пусть подъел... Мелеш, не обижай котика! И я знаю, что будет много вопросов, почему он в памперсе, потому что мы его таким и нашли. Ему у собака перекусило позвоночник, поэтому он жил у меня. Нет, сначала в приюте, потом у меня, потом у мамы, и сейчас мама уезжает в другой город по работе. И теперь Семен опять вернулся к нам. И я очень боялась знакомить их с Мелешей, потому что она у нас такая активная, будет обнимать, гладить. А у него еще, естественно, стресс в новой квартире, видите, он пищит сейчас там. Сема! Мелеша как кот тоже, смотрите, кот под елкой, Меля под столом. О, побежала! Давай охотиться, Мель! Смотрите! Ты хочешь вместе пойти? Вы два памперсника теперь? Все, ушел котик, все, сейчас давай. Сема! О, боже, о, боже! Смотрите, все, все, все. Он забился в гардеробной, поэтому я думаю, ему еще рано выходить, пусть он там. Вот на балконе он себя чувствует спокойно, и когда нет Мелеши, даже спокойно выходит, тут ползает. Но с Мелем это, конечно, страшно, поэтому сейчас я его отправлю домой. Меля, нет! Милюш, подожди, котик полежит, поспит и придет к тебе, хорошо? Она ему Лялю хотела, что ли, показать. Все, приступаем к наряжанию елки. У нас сегодня такое насыщенное видео, я даже не думала пока показывать питомца, но, знаете, когда, как не сейчас. А то мне уже тяжело, кот на балконе, Меля тут, пора было их уже знакомить. Милюш, у нас много красного всякого декора, но он нам не пригодится, это для второй елки. Если бы мы переехали в спальне, бы у нас была красная елка. А заснеженную я буду делать в золотых цветах, в розовых и в белых. Вот такие сани у нас есть. Они отправляются под елочку, как раз закроют всю вот эту вот зеленую подставку. Милюш, давай еще маме, что будем наряжать? Давайте сюда прям все вывалим. А, вот, вот где мои. Что-то много красного? А пакет с розовым я не вижу. Наверное, он в коридоре остался. Это я даже не помню, что такое. Лед лайт. А, это гирлянда-шторка. Мы же шторку еще будем делать. Девочку мы тоже давайте отправим. Ау! Ой, носочек. Помогай маме, Милюш. Конечно. А, слушайте, так может вот так и посадить? Если елка не сочетается, то хотя бы можно их сюда посадить. И будет уже норм. Да или нет? Ребята, как вам? Я думаю, больше. Или сюда беленькую? Нет. Нет, олень все. Олень все. Вот так пока пусть постоят. Я подумаю. Или всех под елку. Пусть стоят тише. Да, да, да. Я не выдержала и решила все-таки сделать красным елочку немного. Все потому, что Миля украсила, посмотрите, она сама украсила комод. Вот эти все игрушки принесла она, расставила. И мне так понравилось сочетание. Милеш, ну зачем ты обдираешь мои куклы? Короче, ну вы понимаете, что елка у нас будет тоже не слишком такая, не слишком обвалена шарами, заставлена, потому что Миля их все срывает. Поэтому снизу у нас мягенькие куклы, банчики и бьющиеся шары, по-моему, сверху. Потому что уже один Миля разбила. Мы тут убирали все, пылесосили. Как-то так, лучше не рисковать и сделать безопасную елку. Потому что вдруг она еще упадет у нас, да, еще не вечер. Поэтому как-то так. Конечно, было бы красивее, если побольше игрушек. Но что поделаешь. Милеш, покажи, что ты украсила. Посмотрите, она срывает с елочки шарики. Сама достает из пакетов. И все вот это она расставила. Деда Мороза, куколок. Только вот этих двух я при вас делала. Милеш, и попрощалась, да? Теперь у меня лысая елка. А, типа, смотрите, кукла залезла в сани. Это Мель так видит. Такое произведение. Ой-ой-ой, эти хоть не бьются. Принесла всех своих кукол. Милеша, что у вас с декором? Поаккуратней. Я, наверное, сделаю бантики. Господи, хорошо, что одни все-таки мы взяли стеклянные. Эмель кинула, я была в шоке. Эти все нормальные, пластиковые. Так, короче, бантики сделаем и продолжим украшать. Ребят, ну, как-то так у нас получилось. Смотрим елочку. Милеша прорвала половину игрушек. Я сначала расстроилась, но потом думаю, ну и ладно. Зато ребенок доволен, повеселился, да, Мель? Вот такой фон у нас для съемок. Да, показывай, Мель, что ты там еще сделала. Добавила на диван немного подушечек. В принципе, уютно получилось. И вот это моя самая любимая. Мель, Меля стол решили не убирать, потому что это ее рабочее место. Кстати, мне нравится вот эта гирлянда-шторка. Все ее делают. Я боялась, что Меля ее будет обрывать. И когда Артем ее делал, она обрывала. Но, в принципе, если она провисит, мы добавим еще второй слой. И сделаем на всю стену. Поэтому, вот, хорошо, что мы показали. Смотрите, какая красота. На кухне я совсем добавила немножечко новогоднего. Во-первых, вот такие новогодние кружки. Смотрите, как снежок сыпется. Мель, тебе такую нельзя. Ну-ну-ну. Так, убираем. Машинкой сюда можно складывать печенье. У нас, то есть, функциональный декор. Конфетки. Забирай, ладно. Показали и забирай. Свечи, конечно же. И своего оленя добавила. А вот эта кружка, знаете, круто, когда на столешке всякие провода, всякая мелочь. Угу. И у нас тут все хранится. И вроде, знаете, и красиво, и так спрятано. И, в принципе, это... Ребят. Ну, мамы меня поймут, я думаю. Ребят, вам, наверное, приятно на такое смотреть. И вы думаете, не только у нас одних. А то блогеры все снимают, знаете, как у них все уютно, тихо. А у меня вот так. Я с вами, ребят. Несите мне валерьянку. Боже. Я несколько часов это делала. Ну, что такое? Мележо. И вот. Смотрите, сколько этих куколок. Меля их в сани упаковала. В общем, спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, у вас настроение отличное, как и у Мели. У меня тоже истерический смех. Обязательно поставьте... Если не поставите лайк, у вас будут такие же балованные дети. А вот знаете, как весело было за кадром, когда она так стеклянной бахнула? Ой! Ну да! Всем пока! Пока! Нет! О боже! Скажи, сделай воздушный поцелуй, Меля. Нет? Целый день, целый день я хотела сделать милую картинку. А получилось, как всегда. Ну, хотя бы елочка есть, ладно. Кстати, напишите в комментариях у вас так же с маленькими детьми, или это только у нас. Нет! Так, я сейчас тебе кину. Мель, ну все, это не футбол! Ай-яй-яй! Все, всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...